В эфире телеканала ННТ Новости 24 и я, Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Вот что ожидает вас сегодня в выпуске. Визит федерального гостя. В Дагестан прибыл замминистра экономического развития России Михаил Бабич. Мясо в каждый дом. Выполнить обряд жертвоприношения и оказать помощь нуждающимся, не выходя из дома, помогут сотрудники благотворительного фонда «Инсан». Подробности в выпуске. В Махачкале сносят самострои. Уже семь улиц Кировского района столицы освобождены от незаконных построек. Смертельное ДТП произошло накануне в Хасавюрте. Экскаватор, за рулем которого был 23-летний местный житель, выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Приорой под управлением 25-летнего жителя Казбековского района. В результате погибла 53-летняя пассажирка легковушки. Пострадали также водитель и второй пассажир Приоры. Они доставлены в ЦГБ Хасавюрта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предупреждение о наезде на пешеходов. В Дербенте в пилотном режиме заработал умный пешеходный переход. Новая система регулировки движения предназначена для предупреждения о потенциально опасной ситуации на дороге. Она оповещает о приближении пешехода и подает световой сигнал водителям. С другой стороны, на расстоянии 100 метров от пешехода расположен датчик скорости, который позволяет выявить автомобили, движущиеся со скоростью более 60 км в час. При приближении машины система подает звуковой сигнал. В момент выхода пешехода на пешеходный переход подается сигнал на данное табло. Появляется, загорается надпись «Внимание, пешеход!» на трех табло. Это информирует автомобили, водители автомобилей о наличии пешехода на пешеходном переходе. Внимание! Осторожно! Автомобиль! Внимание! Осторожно! Автомобиль! Они сделали сами за свой счет образцовый пешеход. И для обсуждения всем жителям города, чтобы оценили, насколько она реально в Дербенте подойдет или нет. Так же мы делаем. Если это большинство поддержит, конечно, будем делать. В Дагестан накануне с рабочим визитом прибыл замминистра экономического развития России Михаил Бабич. В ходе визита правительственная делегация осмотрела ряд важных объектов, которые строятся в рамках предислокации Каспийской флотилии, а также несколько инвестплощадок региона, чтобы оценить промышленный потенциал республики. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Программа визита была насыщенной. Один из главных пунктов – Каспийск, промышленный центр и город-спутник столицы Дагестана. Первым делом Михаил Бабич осмотрел многофункциональный медицинский центр в Каспийске, который построили за один месяц. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, в их числе аппарат КТ и ИВЛ для реанимационных палат. Сейчас заканчивается его внутреннее обустройство, и не за горами тот день, когда здесь появятся первые пациенты. Затем Бабич ознакомился с условиями, созданными для проживания военных. Гости осмотрели общежитие, а это два жилых корпуса, столовую и бассейн. Квартиры полностью меблированы и оборудованы сей необходимой техникой. Здесь же на территории военного городка было проведено совещание. Михаил Бабич отметил, что федеральный центр готов оказать дополнительную помощь Дагестану. По Каспийску у нас, соответственно, есть отдельное поручение главы государства, правительства Российской Федерации о необходимости обеспечить синхронизированное строительство социальной сферы, которая будет производиться как в интересах военнослужащих, которые передислоцируются в республику, так и в интересах гражданского населения. Вот сегодня мы видим объекты социальной инфраструктуры, где в школах, в детских садиках будут учиться дети, как и, соответственно, жители Каспийска, так и прибывающих военнослужащих. Работы все идут в целом по графику. Сейчас, по словам чиновника, Минобороны занимается строительством 74 социальных объектов на всей территории республики стоимостью 13 миллиардов рублей. Глава региона Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что перевод флотилии в Дагестан должен способствовать развитию инфраструктуры Каспийска и улучшить жизнь как военных, так и местного населения. В связи с этим, по его словам, сжатые сроки строятся школы, детские сады и другие социально значимые объекты. Когда президент принял решение о том, чтобы быть такому постановлению правительства, то поручил и министру обороны, и мне вести постоянный контроль за качеством работы. Он так и сказал. Качество обеспечения. Чтобы, еще очень важный момент, чтобы перевод флотилий в создание инфраструктуры для обеспечения надлежащей службы защитников Отечества не только не ухудшило положение дел местных жителей, как это раньше бывало, чтобы дать какой-то процент от детского садика. Нет. Наоборот, вот эти средства выделены по указанию президента, чтобы мы увеличили эту инфраструктуру. Также в планах властей привести в порядок систему водоснабжения города, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. В связи с тем, что системы водоснабжения и водоотведения, а это как раз вот коронизация, были крайне запущены в предыдущий период. И нужно было сделать быстро. Ну а уже после, в торжественной обстановке, делегация открыла завод по производству полиэтилена. Завод в замужах на замужах! Гостей, как и полагается, на Кавказе встречали песнями и танцами. Официально дав старт работе завода, руководители осмотрели его производственные линии и продукцию. На строительство завода из фонда развития промышленности были выделены 550 миллионов рублей, а за счет его ввода и эксплуатацию создаются десятки новых рабочих мест. Отрасли экономики, нуждающиеся в приоритетном и ускоренном развитии, будут более подробно обсуждаться во время дальнейших встреч и выездов по регионам республики, которые запланированы у Михаила Бабича в Дагестане. В мэрии Махачкалы обсудили подготовку к Урбамбайраму. Совещание проходило под руководством городоначальника. На встрече говорили об уборке с использованием спецтехники, прилегающих к выбранным площадкам территорий и о вывозе твердых бытовых отходов, о бесперебойном электроснабжении и подводе необходимых коммуникаций к местам проведения праздничных мероприятий, обеспечении безопасности в местах массового скопления горожан, регулировании транспортных потоков и организации парковочных площадок. С учетом обстоятельств, связанных с пандемией, заместитель муфти Ахмат Кахаев также отметил, что желающие провести обряд дистанционно могут воспользоваться соответствующей услугой от благотворительного фонда «Инсан» и отдельных медресе. В этом году у нас в двух местах уже обеспечена территория, где пройдет жертвоприношение Курбана. Последние несколько месяцев мы сами замечаем, что ситуация в республике улучшается и иногда ухудшается. Поэтому мы должны принимать все необходимые меры, которые нам предлагает и рекомендует Роспотребнадзор. И поэтому вопросы, связанные с Курбаном, Курбан-Байрамом и с жертвоприношением, мы стараемся делать в таком формате, чтобы люди были более безопасны. Праздник Курбан-Байрам все ближе. Благотворительный фонд «Инсан» запускает акцию мяса в каждый бедный дом. Верующие смогут выполнить обряд жертвоприношения и заодно оказать помощь нуждающимся, даже не выходя из дома. Работники фонда все сделают за вас, соблюдая все нормы ислама. Подробности акции узнавал Хамзу Нурмагамедов. В этом году благотворительный фонд «Инсан» предлагает верующим три упрощенных варианта выполнения обряда жертвоприношения во время праздника Курбан-Байрам. Первое – это позвонить по указанному номеру и просто оставить заявку. Благотворительный фонд «Инсан» акция мяса в каждый дом слушает. Второй способ – заполнить анкету на сайте благотворительного фонда. Как только вы вбиваете в поисковике фонд «Инсан» и заходите на главную страницу сайта, перед вами тут же появляется информация об акции со всеми подробностями. Там буквально в два клика можно стать ее участником. Третий способ – это прийти непосредственно в офис благотворительного фонда «Инсан» и заполнить анкету там. На территории Джума-мечети также будут сидеть волонтеры, которые примут вашу заявку и проконсультируют. Мы заполняем все данные заковырившись с Акурбан. Делаете затем меня вакилем, оставляете, оформляете, если вы хотите доставку на дом мяса. Длиже можете забрать самовывозом. Все, заявка принята. Люди проходят заранее или в дистанционном режиме заполняют анкету. Уже обработано около 300 заявок. В такой великий праздник очень хотелось бы помочь людям, малоимущим, которые очень тяжело живут. Сделать садака в такую пандемию, чтобы люди смогли тоже порадоваться. Участвуя в акции, человек выполняет великую суну, обряд жертвоприношения. Приносит пользу не только себе, но и помогает продуктами обездоленным. В этом году мы планируем распределить свыше 50 тонн жертвенного мяса во всей республике Дагестан среди подопечных фонда ИСИСАН. Это те все нуждающиеся семьи, которые обратились и находятся у нас на учете. Все эти семьи, которым наличие мяса в доме является праздником. Многие из них мясо видят только раз в году. Стоимость услуги самого жертвенного животного составит 7500 рублей. Оплата как наличная, так и онлайн-переводом со счета карты или номера телефона. Заявку может оставить любой желающий, независимо от того, где он проживает. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед, Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкале снесут самостроение. Законные строения в Кировском районе столицы снесут на улицах, которые вошли в проект безопасные и качественные автомобильные дороги. Работа ведется по поручению главы района Салиха Сагидова. Производится снос заборов, полисадников и иных ограждений, которые расположены на пешеходных зонах. Некоторые жители проявили сознательность и добровольно согласились убрать свои заборы и иные сооружения. С несогласными освобождение тротуаров будет производиться через суды. На данный момент семь улиц района уже освобождены от самостроек. Проблемы с водоснабжением 8 летом для многих муниципалитетов стали ключевыми. Исключением не стал и Буйнакск. В связи с этим на площадке Риадагестана прошла пресс-конференция мэра города Исламудина Нургудаева. На встрече чиновник рассказал о причинах частого отключения воды в муниципалитете и о том, каким решение проблемы ввести со властям. Подробнее по тематам Ханапова. Изношенные сети, незаконные врезки и аномальная жара. Причин нехватки воды много. Проблеме не один десяток лет. И с каждым годом ситуация только хуже. Город растет, и расход воды увеличивается в разы. Мы, чтобы в данный момент ситуацию снять такое острое напряжение, мы, в первую очередь, конечно, вырезали незаконные врезки, выехали на место. Черкей, хоть как бы ни было нам неудобно, это черкейцы тоже, те люди, их не трут, которые столько туда они вложили, сажали сады. И это должны были где-то потом эти фрукты продать и получить. Это их не хлеб, да, вот на чем и кормятся, наверное, эти села. Но и тем не менее, уже у нас стал такой вопрос, ну, фрукты фруктами, а людям город остался без воды, и мы пошли на самые крайние меры, выехали и начали разрезать эти врезки. Ликвидация незаконных врезок это временная и экстренная мера. Накопившиеся годами проблемы она не решает. По данным мэрии, Буйнакска найден комплексный подход к решению вопроса, но на это потребуется около двух лет. Речь о прокладке новой нитки водовода Черкей-Буйнакск. На данный момент проектно-смертная документация проходит экспертизу. В республиканской институционной программе нам предусмотрели деньги на проектно-смертную документацию новой нитки водовода Черкей-Насосная город Буйнакск. Эти деньги мы получили. Далее мы объявили торги на проектно-смертную документацию, потому что это очень важная составляющая, потому что от проекта много чего зависит, как будет разработан проект. И были электронные торги, победила компания Ростов-Гипрошахт. Это компания, которая имеет очень большой опыт на проектном рынке. Однако и прокладка новой нитки не окончательное решение проблемы. Администрация города планирует также попасть в программу «Мой Дагестан, моя вода». Отметим, что накануне прибывший в республику первый заместитель главы Минэкономразвития России Михаил Бабич также коснулся темы обеспечения муниципалитетов питьевой водой в регионе. Федеральный чиновник подчеркнул, что обязательно проведет встречу с главами проблемных районов и городов. На сегодняшний день острая нехватка воды ощущается в городах Махачкала, Хасавюрта, Дербент, Кизляр и Буйнакска. И к новостям спорта дагестанские вольники возобновят тренировки в начале августа. Спортсмены будут готовиться две недели в селении Хуштада Цумадинского района. В тренировочном сборе задействованы 43 вольника. Подготовительные сборы в горах пройдут на свежем воздухе. По мнению наставников дагестанской команды главный акцент двухнедельной подготовки будет сделан на усиленной физической подготовке спортсменов. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...